Добрый день дорогие друзья меня зовут Владимир и сегодня мы с вами распакуем очередные посылки которые пришли к нам для Kia Sport из четвертого поколения сегодня у нас это будут специально декоративные накладки на дверные петли и специальная накладка в салон автомобиля для бардачка для нашего бардачка именно для ручки открывания крышки бардачка сегодня у нас с вами две посылки мы их распакуем посмотрим проверим их состояние качество и также как всегда в нашем видео поговорим о стоимости сроках доставки комплектности товара и прочих довольно важных нюансах об этом и другом более подробно далее в нашем видео поехали итак очередные посылки у нас сегодня с алиэкспресс это две посылки в первой коробке у нас находится специальная декоративная накладка на ручку крышки бардачка а вторая посылка это у нас специальные декоративные накладки из абс пластика для дверных петель дверные петли которые скрывают винт непосредственно который уже держит саму петлю довольно полезные на мой взгляд накладки нашел я их случайно на алиэкспресс вот в принципе на мой взгляд должны неплохо не подойти это специально для Kia Sport 4 поколения значит сразу как всегда коротко о цене накладки декоративные пластиковые для автомобиля стоили 1 доллар 69 центов и кэшбэк примерно составил около 19 центов и того полтора доллара вот эти накладки нам обошлись стандартный почтовый перевозчик алиэкспресс стандарт 15 дней шел до минска вот этот вот товар комплект подставки должен быть значит здесь четыре накладки комплект для четырех дверей и четырех петель и в принципе как всегда она защитная какая-то упаковка сейчас мы распакуем посмотрим все ли целом все ли пришло вот ну а эта посылка у нас здесь идет должны быть два элемента это одна накладка будет идти на саму рукоятку открывание крышки багажника и накладка уже на выемку где находится сама ручка крышки бардачка стоимость товара была доллар и 71 цент всего доллара 71 цент это ABS пластик с хромовым напылением под алюминий вот значит значит чай на пост почтовый отправитель шла посылка к нам примерно 22 дня но грубо говоря три недели кэшбэк составил около 11 центов и того где-то доллар 60 центов она нам обошелся товар и того за эти две посылки у нас примерно получилось 3 доллара и 10 центов опять же я специально пометил может видеть здесь написано kx5 если вы будете заказать похожие или аналогичные скажем так ну и приближенные к этим посылкам товара для своего автомобиля киа спорта еще именно киа спорта маркировка для киа спорта идет у китайцев как к x5 это их серия так переходим к распаковке начнем на рамы с коробки самое простое скрываем скотч есть принципе ничего сложного нету обычная коробка кстати да немножко придавлено сейчас посмотрим есть у меня подозрение что возможно немножко где-то будет повреждение посмотри пока у нас по крайней мере вот уже сколько я заказываю ни разу еще слава богу не царапины повреждения товаре не было так смотрим вот таким вот образом выглядит наша посылка сейчас я смотрю сразу на царапины и сколы нет ничего нету все хорошо все в порядке на двухстороннем 3 мовском скотче идут эти накладки я думаю даже не буду я своим дополнительно укреплять довольно неплохой последнее время скотч устанавливается на аксессуары для автомобиля у китайцев вопроса в принципе пока у меня не возникает и вот это вот то что я говорил отдельно накладка на саму ручку открывания крышки бардачка здесь также идет двухсторонний скотч но я думаю что по центру можно будет еще своим дополнительно укрепить вот такой вот у меня двухсторонний 3 мовский скотч покупал уже минске обычный но скажем так держит монолит вот таким вот образом обычный пакет вы можете видеть обычный грипповский даже он даже открыт вот так вот она выглядит это без пластик напыление под хром очень приятно ни царапин ни сколов очень гладкая поверхность здесь вакуумный пакет уже тоже мы вскроем посмотрим что из себя представляет живую как сказать воочию накладка декоративная ну в принципе опять же говорю что никаких вопросов я не вижу через пакет уже было все видно вот таким вот образом она выглядит царапин никаких нету вот специальная выемка но здесь пластик немножко тонковатый такой в принципе не должен даже нету смысла здесь дополнительно еще укреплять своим скотчем откладываем наш первый товар также мы установим сегодня посмотрим протестируем как говорится как у нас держится открывается стоит ли вообще покупать стоит ли своих денег посылков потом с вами об этом поговорим ну а сейчас переходим к нашей второй посылке декоративным накладкам для петель дверей открываем лучше скраю потому что это опять же пластик чтобы не поцарапать не порезать и так здесь опять же я вижу гриповский пакет грипером сейчас посмотрим откроем четыре штуки должно быть в комплекте до 1 2 3 4 все хорошо вот такая вот накладка выглядят они в принципе ну стандартно если покупать также у дилера у дилера кстати стоит 5 долларов сша в эквиваленте за комплект четыре штуки мы заплатили всего один доллар пятьдесят центов то есть можете считать в три с половиной раза дешевле ничего не отличаются точно такие же как у дилера вот такие вот накладки ну и наверное переходим сейчас с вами плавно к установке вначале начнем на накладок а потом перейдем уже к более сложнее на процедуре установим нашу декоративную накладку на крышку бардачка поехали так что же это такие за петли которые хотелось бы мне скрыть вот это петли сейчас я вам покажу открою дверь и покажу чтобы все понимали было понятно открываем дверь и принципе сразу они перед нашим взором вот эти вот крепежи этот болт который здесь на мой взгляд его хотелось бы конечно закрыть выглядит он не симпатично особенно когда после зимы когда соль попадает проникает вот в эти места с улицы то в любом случае на болт окисляется он становится таким серым даже сейчас немножко видно хотя у нас лето не очень приятно и симпатично смотрится вот здесь вот закрывать принципе смысла никакого нет я даже ничего сюда и не искал эти болты их не видно и в принципе говорится ну с ними все в порядке а вот этот вот конечно однозначно нужно закрыть и вот сейчас вот мы постараемся установить наши декоративные защитные даже какой-то степени накладки на их теперь уже будет штатное место и установлена на нами первая накладка вот так вот она выглядит все в порядке дверь я проверил уже закрывается открывается ничего не отпадает никаких принципе проблем нету фиксируется довольно неплохо очень надежно у колпачка вот такого декоративного есть специальные заглушки изнутри она находится видите слева и справа также есть специальное направляющие они скажем так меня сделаны все это из пластика направляющие очень плотно входят и скажем так есть заглушки вместе с направляющими как бы так сказать плотно фиксируют саму накладку на на болте и уже на самой петле довольно грамотно все сделано очень хорошо подобрана пластик довольно неплохой не думаю что он будет быстро царапать тем более в этих местах вот таким вот образом опять же покажу все это выглядит стало гораздо симпатичнее вы можете сравнить как было у нас без нее и как теперь у нас стало с ней переходим к следующей закончили мы водительской передней дверью теперь мы переходим к задней левой пассажирской опять же покажу как выглядит у нас болт как выглядит у нас элемент без декоративной накладки не сейчас мы сюда также будем устанавливать нашу накладку ничего мы не используем никакого двустороннего скотча мы только очень плавно разжимали вот эти вот пластиковые направляющие и плотно одевали до щелчков до щелчков чтобы полностью и плотно вошла накладка на свои исконные места но приступаем следующей второй накладки и наша вторая накладка также установлена заднюю левую пассажирскую дверь может видеть теперь опять же сравнить что было и что у нас сейчас стало также проверили мы дверью открыть вперед назад ее ничего не мешает не трет самое главное чтобы вот именно в этом элементе не было детали трения друг от друга потому что любом случае четкой фиксации вот этого защитная защита накладки не будет поэтому это внимательно смотреть если где-то что-то мешает лучше конечно взять нож и немножко обрезать это обычные мягкий пластик который довольно легко подвергается срезанию сказать так ну не нужных или лишних частей и переходим следующим осталось две накладки устанавливаем и смотрим что у нас получилось а потом переходим уже декоративной накладки для крышки бардачка и все четыре декоративной накладки на элементы петель у нас установлены передняя водительская дверь задняя левая пассажирская дверь задняя правая пассажирская дверь и передняя правая пассажирская дверь все на своих местах очень хорошо накладки встали на свои места прикрыли то что принципе так сказать мозоли ли глаз это болты довольно такие невзрачного вида принципе на мой взгляд все довольно неплохо опять же повторюсь что около полутора долларов нам стали эти четыре накладки срок доставки примерно около 20 дней и еще плюс ко всему кэшбэк около 10 процентов от стоимости а теперь переходим к нашей ручке крышки бардачка будем сейчас устанавливать сюда декоративные элементы которые изготовлены под хром под цвет такой алюминия начнем мы наверное с нашей вставки большой здесь мы уже все обезжирили обязательно если вы покупаете с алиэкспресс накладки перед тем как устанавливать ту или ную декоративную накладку обязательно необходимо обезжирить желательно чтобы была салфетка на спирто содержащей основе дело в том что в комплекте к сожалению ничего с товаром не идет поэтому необходимо либо докупить либо даже взять свой просто спирт обтереть ватку или обычную скажем так марлевую какую-нибудь тряпочку и обтереть место затем примерно две-три минуты подождать пока спирта спирта содержащая жидкость обсохнет и после этого можно наносить декоративную накладку мы уже все обработали теперь у нас все обсохло где-то минут десять даже у нас сохло можно приступать к установке установлена наша первая из двух декоративная накладка это мы скажем так вначале взяли за большую сейчас у нас осталось это вот дело что у нас здесь замок в самой накладке которую мы купили замок не предусмотрен в принципе как таковым мы и мне пользуемся поэтому любом случае на двухстороннем скотче крепится накладка при надобности любом случае мы можем снять накладку и использовать замок если надо закрыть бардачок принципе я не пользуюсь поэтому любом случае я спокойно чистой совестью буду устанавливать сейчас вторую накладку на ручку нашего бардачка так поехали и полностью установлен наша декоративная накладка одна и вторая вот таким вот образом сейчас у нас выглядит декоративный элемент намного симпатичнее на мой взгляд стало вы можете видеть теперь это масштабе скажем так очень хорошо сочетается с центральным заводским хромом элемент и прочь и с прочими аксессуарами автомобиля все держится довольно прочно немножко мы использовали своего тремовского скотча для того чтобы уже наверняка и более надежнее закрепить элементы на своих местах в принципе ничего сложного совсем нету примерно три минуты заняла у нас процедура установки довольно неплохой материал более-менее неплохой тремовский скотч все ссылки на товары на накладки для петель дверей и декоративная накладка для крышки бардачка я как всегда укажу в описании к видео все кому интересно могут посмотреть более подробное описание и характеристику товаров уже на сайте продавца на площадке алиэкспресс заключение небольшое видео касательно распаковки установки и тестирования товаров хотел бы отметить что на мой взгляд товар действительно довольно ну скажем так срок службы у него будет я уверен что ни один не два года очень неплохие накладки и то что довольно многие скажем так пишут в комментариях что будет обесцвечиваться что плохое напыление что пластик ерунда я скажу вам откровенно так что у меня вот допустим на второй на прошлой машине также я заказывал с алиэкспресс накладки у меня три года вот была машина три года были накладки и ни одна из них не обесцветилась не обесцветилась и причем я покупаю у тех же продавцов принципе что и покупал раньше довольно давно уже на рынке эти продавцы на площадке алиэкспресс поэтому никаких проблем по крайней мере у меня не было ни разу не возникало ни с продавцами ни с качеством именно товара три года у меня были эти накладки автомобиля потом продал просто же скажем так хотелось обновить купилки аспортики этого поколения поэтому любом случае не стоит бояться и ну просто подвергаться слухам и разным так сказать домыслам некоторых товарищей вот ну и хотя бы хотелось бы еще отметить что на мой взгляд около трех с половиной долларов получается встали на декоративные накладки на петли и на ручку крышки бардачка я думаю чтобы в случае не в россии не беларуси не в украине вы не найдете нигде там тем более у дилера не в стороннем магазине по таким ценам товар опять же повторюсь что те же накладки которые мы устанавливать сегодня на петли дверей точно такие же точь-точь продаются у дилера у дилера они стоят примерно в три с половиной ну даже если быть точным почти в четыре раза дороже чем мы купили на алиэкспресс все ссылки как я сказал ранее будут в описании к видео если у вас есть какие-то вопросы предложения пожелания пожалуйста всегда прислать их нам на наш ютуб-канал или на наши сайты базлайт точка ру и автоблоккар точка ру ссылки будут под видео и под описанием также вы можете посмотреть обзор тест-драйв автомобиля kia sportage и рено captur на нашем youtube канале или на наших сайтах там все подробно расписано вы можете всегда ознакомиться с этой информацией с вами был владимир берегите себя и всего вам доброго на дорогах